Как известно, застройщик ЖК Москва арестован по подозрению в мошенничестве. Известный сочинский бизнесмен Анзор Пруидзе не впервые стал фигурантом уголовного дела. Но, судя по всему, на этот раз выпускать на свободу в обозримом будущем его не собираются. Сам дом готов на 90% и, что важно, передан в собственность покупателям. Вся загвоздка в воде в эксплуатацию. Коммуникации, если есть, то временные. Свет, вода, тепло. Большинство из этих ресурсов жизнеобеспечения нужно просто присоединить. Электричество в доме может быть уже через неделю. А отопление – аккурат к отопительному сезону. Так оценили ситуации руководители ресурсоснабжающих предприятий города. А вот с водоотведением не все так просто. К жилому комплексу необходимо провести магистральную трубу. Соответственно, усилить насосные станции и далее по тех условиям. Стоимость работ – 30 миллионов рублей. Но по просьбе руководства города, водоканал готов сам выступить подрядчиком и выполнить работы в кредит. Я собрал только для того, чтобы минимизировать ваши затраты. И оптимизировать, чтобы быстрее эти работы были сделаны. У меня вообще желание есть, чтобы в сентябре эти работы были закончены. Я их буду просить, при вашем желании, чтобы и работы по достройке были выполнены этими организациями. Потому что это будет дешевле и надежно. То есть они будут подключены. Потому что они же сами и будут принимать в эксплуатацию. Будем выходить из создавшейся ситуации. Как вы сами видите, я беру на себя и контроль. Но только и с вашей стороны должен быть правильный подход. Правильный. Без всяких вот этих лирик, эмоций. Они просто вредно потеряют. Свой план достройки дома есть и у нового исполнительного директора компании «Наш дом Сочи». Новым застройщиком назначен Зураб Харава. В недавнем прошлом сам бывший обманутый дольщик ЖК «Москва». Бизнесмен обещает собственникам решить вопрос с коммуникациями в полцены. Но за это просит подождать еще пару отопительных сезонов. Мы признали этот дом в собственность за нами. Я такой же дольщик, как вы был два месяца назад. Мы признали его за нами. Для чего? Для того, чтобы не появились какие-то кредиторы, бывшие нашего дома Сочи. И не сказали, а наш дом Сочи мне должен 600 миллионов, миллиард, полтора и так далее. Давайте-ка мне этот дом за долги. Мы этого избежали. Никто не может послушать и дослушать. Никто не претендует теперь на ваши квадратные метры. Дом мы будем достраивать по моей программе в течение двух лет. Судя по реакции собственников жилого комплекса, снова доверять застройщикам они не планируют. Большинство готово принять помощь муниципалитета. Город предложил рациональные решения всех вопросов. То, что ждали 6 лет, наконец-то серьезно были собраны эксплуатирующие организации, которые занимаются коммуникациями. Вот если мы будем идти по предложенному мэру пути, то мы быстро сможем заселиться в дом. Если же мы будем ждать, как нам обещает наш застройщик, мы уже 6 лет ждали, еще 6 лет будем ждать. Тем более, что нам идут на встречи и нам дают рассрочку. Присутствуя на всех собраниях впервые было что-то, что рациональное. Я лично осталась довольна. И, наверное, люди многие довольны лишь потому, что у нас собрались все сетевики. Если с нас хотят взять 60 тысяч, значит, с каждой семьи, с каждой квартиры, мы согласны сдать сейчас, сегодня хоть. И достроить этот дом. Но не тянуть ее на пятилетку или на два года, на три года, не надо нам. Мы благодарим очень мэра. Очень хорошо он четко ответил. Он как-то переживает за наш дом. И мы согласны, что раз мы попали в такую ситуацию, мы очень благодарим то, что они сегодня нам хорошо ответили. Все, мы довольны остались. Вот этой встречи с ним, с мэром. В ЖК «Москва» 655 квартир. Решением собственников этих помещений создано товарищество собственников недвижимости. Оно и будет принимать окончательное решение. Анатолий Николаевич предложил о том, что МУП «Водоканал» окажет содействие в подключении воды и канализации с рассрочкой платежей от товарищества собственников недвижимости сроком два года. С исполнением обязательств в течение полутора месяцев. Предложенные главой варианты имеют абсолютно обоснованную под собой почву. Они реальны по срокам, они реальны по исполнителям. Они совершенно реальны, по которому на границах участков будет у этого объекта подан инженерный ресурс. Администрация города не только предложила помощь бывшим обманутым дольщикам, но и официально предупредила о возможной угрозе банкротства. Теперь все зависит от решения потерпевшей стороны. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.